При выполнении ремонтных работ на ТЭЦ один из люков разгерметизировался. Произошла утечка мазута. Он загорелся. Оперативный штаб объявил чрезвычайную ситуацию. Такой сценарий командно-штабных учений. По легенде, во время утечки нефтепродуктов пострадали два человека. Мы отработали четыре вопроса здесь. Первый – это прохождение информации, случившейся чрезвычайной ситуации. Второй этап – это эвакуация пострадавшего с привлечением санитарной авиации. Третий вопрос – это тушение, возгорание, связанное с розливом нефтепродуктов. И четвертый – это ликвидация последствий розлива нефтепродуктов, на которые мы привлекли специализированную организацию. Для оказания экстренной медицинской помощи во время учения на ТЭЦ привлекалась санавиация. Одного из пострадавших в срочном порядке доставили на вертолете в больницу. К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены техника пожарно-спасательного гарнизона нашего города и аварийно-спасательная служба Рязани. Наша задача была подать пену в обваловку, потушить пожар условный. Сложности не было. Работа обычная, всегда отрабатывается на такие объекты. Также во время учений привлекался пожарный поезд. В таких поездах есть бесперебойная система энергоснабжения и запас воды. Рабочая группа и правительственная комиссия КЧС отметили, что необходимо заключать соглашение между железной дорогой по привлечению пожарного поезда и руководителями таких объектов пожароопасных на территории области. Организация взаимодействия между различными службами. То есть это экологи, экологическая лаборатория стоит рядом с нами. Это МЧС, это спасатели. Чтобы организовать их всех в одну какую-то дружную компанию, соответственно, приходится много действий предпринять. Подобные учения проходят сейчас в разных городах нашей страны. Такая необходимость в отработке действий возникла после ситуации с разливом топлива в Норильске. Всего 85 субъектов России примут участие в комплексном командно-штабном учении по вопросам ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Контроль в выполнении мероприятий по ликвидации ЧАЭС на всех уровнях, а также сбор и обмен оперативной информацией будет осуществляться Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».